Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Вот это самое наглое, самое антиевразийское явление. Нет ничего более отвратительного, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. Александр Дугин, четвертая политическая теория. Встаньте в огромный всероссийский хоровод, вот, например, проект «Всероссийский хоровод», взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом и Великими Луками. Сделать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней. Там останавливаются ночевки, там праздники, палатки можно разбить. И все будут ходить по этому хороводу, потому что самое правильное движение, вот если мы хотим двигаться куда-то, это движение по кругу, это сакральное движение. Оно, конечно, никуда нас не приводит, но мы никуда и не хотим идти. Это наша земля, зачем нам куда-то идти? И вот это движение по кругу, оно вызывает у людей раскрепощение сознания. Видите, какие раньше были хороводы? Вот как русские вставали, попробуйте сами, встаньте в хоровод и побегайте, денёк-другой. Ощущение совершенно потрясающее. Ты начинаешь понимать, что всё то, что, думаю, уже потеряно безвовратно, всё есть, всё возвращается. И в этом хороводе, в этом круге рождаются все те энергии, все те пластические возможности воображения, которые в обычном человеке замкнуты. Хоровод – это способ открыть коллективное бессознательное. Вместо модернизации надо заниматься хороводом, потому что модернизация – это идея двигаться куда-то. Но мы ещё, во-первых, не знаем, куда двигаться, а потом мы куда от себя можем двигаться. Зачем нам модернировать? Лучше нам водить хороводы. И вот если водить хороводы, это и будет лучшая форма модернизации. Мы вернёмся к себе и создадим новую страну. Она будет абсолютно новой, она будет свеженькой страной, живой, наполненной солнечными энергиями нашего великого народа и всех других народов, которые этому хороводу присоединятся. И вот народ, который водил хороводы, это один народ. И он непобедим. Пока мы водили хороводы, нас никто не мог победить. Когда мы стали переселиться в города и стали ходить к терапевтам, и на загар искусственный, мы больше уже никому не опасны. Нас сейчас очень легко победить. Поэтому на самом деле каналы творчества, хороводного творчества, это каналы фундаментальные. По телевизору надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы, а в школах и в институтах надо обучать искусству вождения хороводов и объяснять, что речь идёт о обряде. И вот где-то тут вы, дорогие мои зрители, наверняка поймали себя на мысли, что ближайшие час с лишним из вашей жизни пройдут... Просто охуенно. Флэшбэк. 2008 год. Мы с ребятами пишем какой-то материал для КВНа, и что-то не было вдохновения. Однокурсник Артём предложил настроиться на нужный лад и посмотреть смешные видео. Их тогда, страшно подумать, смотрели не онлайн, а скачивали на ноутбуке. Так вот, Артём включает ролик, после которого мир уже не был для меня прежним. Вот это видео. Бродолюбие, это является одним из фундаментальных добродетелей русского православного человека. Даже слагались оды, духовные стихи мужьям бродолюбивым. Те мужья бродолюбивые, это те, которые холили свою бороду, отращивали её и относились к ней по-человечески. Ведь когда человек скребёт себя вот этим бритвой, он же на самом деле, с точки зрения символизма, опять же, сам себя кастрирует. Бритва и нож, использующийся для операции по превращению мужчины в евнух, это одно и то же. То есть символизм абсолютно тот же. Ведь на самом деле морды первые стали брить жрецы и зиты, которые одновременно, и кибелы, которые кастрировали себя. Бритьё и кастрация – это фактически одно и то же. Например, на Руси всех бритолицах, бриторожах, бритоморных, их считали голубыми, на самом деле, гомосексуалистами. Потому что человек без бороды – это всё равно, что он без штанов вышел, на самом деле. Есть ещё и на Макканоне очень чёткое высказывание, что тот, кто возводит резало на бороду свою и на уст свой, да будет проклят гореть в аду. Это очень серьёзно. Вот многие к этому относятся формально, на самом деле, но бородолюбие, вот такое, как бы, совсем забытый у нас добродетель, она может просто привести человека в рай. Вот даже если человек, например, ну, не очень хорошо соблюдают другие заповеди, но прилежит к бородолюбию, то он имеет шансы быть спасённым. Потому что, на самом деле, он показывает уважение к вере отцов, к благочестивому виду. Конечно, бородолюбие не заменяет всех остальных добродетелей, они тоже предполагаются. Но начинается всё с бороды. Вот человек сбрил бороду, ну и всё. И на самом деле дальше что с ними там говорить? А ведь раньше тоже было интересно, что бороды брил Пётр, он как раз привносил с собой вместе гомосексуализм и разрушение традиционных устоев русского народа. Это была модернизация и вестернизация. Он фактически кастрировал русских людей, и они весь 18 век проходили бредомордами, все практически. Там только крестьяне носили бороды, которые были, их не пускали в Санкт-Петербург. Там, потому что можно было только в кольцонах, которые носил, знать в то время, и без бороды. И допудренные парики, то есть чистый такой вот адско-садомийский типаж, который был нормативным в 18 веке. Но что интересно, в 19 веке опять мы видим, появляются бороды в высшем классе. Такая была консервативная революция, и бородолюбие опять становится довольно серьезной добродетелью и даже модной вверхах. Это, конечно, принесли славянофилы, мужи бородолюбивые. Но на самом деле к концу 19 века уже цари русские стали опускать бороды. То есть был возврат. Даже Ленин у него была хреновенькая, но бородка. А у Сталина даже бородки, зато усы. Потому что считается с точки зрения намоканона, православных канонов. Ну если уже совсем не можешь, уже совсем просто выродок, ну хоть усы там оставь себе. Вот на самом деле усы не заменяют бороды. На самом деле хотя бы указывают о том, что здесь должна быть борода. Безбородные, безусые люди, они, конечно же, выпадают из русского коллективного бессознательного. Они нами считываются, как заезжие там жонглеры, там какие-то перверты, да, латиняне. Это римские посланники римского папы. То есть какая-то невменяемая сволочь с точки зрения русского такого традиционного взгляда на мир. И вот для современных таких консервативных, православных, ну человек без бороды это не человек практически. Так я узнал о великом философе Александре Гельче Дугине. В поле зрения широких слоев российской общественности господин Дугин попал в августе этого года, когда его дочь и соратница по евразийскому движению Дарья была взорвана в очень русском автомобиле Toyota Land Cruiser на Можайском шоссе. У части аудитории тогда возник вопрос, да кто вообще такой этот Дугин, чтобы охотиться на него и его родственников? А у другой части аудитории, которая знала, кто такой Александр Гельевич, все равно напрашивался вопрос, ну нафига кому-то всерьез сдался этот человек? Ведь он фрик, мем, но никак не серьезная политическая фигура. Между тем, если вы откроете западные издания мирового уровня типа Вашингтон-Пост, то увидите массу материалов о том, что Дугин это якобы главный идеолог путинской России и чуть ли не серый кардинал всей отечественной политики. Западные правые чтят его как великого мыслителя, как гуру, переводят его в весьма своеобразные труды, привечают и подчуют самого Александра Гельевича. Дугин неплохо пристроился под крылом олигарха Малафеева и, кстати, сыграл важную роль в создании и развитии канала Царьград. Дугин это один из создателей, ныне уже запрещенный национал большевистской партии, бывший помощник спикера Госдумы Селезнева, публицист, повлиявший когда-то даже на Оксимирона и, конечно же, главный человек, принесший в 90-е годы теорию фашизма в Россию. Сегодняшний большой ролик, надеюсь, сполна откроет перед нами как личность Александра Гельевича, так и его политические взгляды. Но самое главное, я постараюсь ответить, кем является Дугин для современной российской власти и международного ультраправого движения. Выпуск будет местами смешным, местами он будет напоминать какой-то репортаж из психбольницы, но в конце будет воистину не до веселья. Будет кафедра МГУ, будут нацистско-сатанистские гей-орги и советских диссидентов, будет философия, международная политика, лимонов, единая Россия, камышовые люди из Казахстана, отравляющие воздух в Омске. В общем, заварите чайку или лучше чего-нибудь покрепче. Мы начинаем. Если вы не желаете окончить свою жизнь в Дугинской Евразийской империи конца под эсхатологические вскрики атомных взрывов, то подписывайтесь не только на YouTube-канал Вестника Бури, но и на наши ресурсы в социальных сетях. Там тоже много интересной информации, которую вы всегда можете распространять среди друзей, родных и жильцов вашего ЖЭКа. И еще, вот Дугин, как мы увидим, клепал по молодости контркультурные песни. А нам что, нельзя? Можно, конечно. А потому буквально на днях вышел микстейп Red Alert от Бигберия Тейпа, то бишь вашего покорного слуги, Диссара, чье интервью недавно выходило у нас на канале, и Зомби Фида. Ссылки на этот релиз вы найдете в описании. Слушайте. Также есть 12 треков, которые не вошли на сборник. Мы их отдельным плейлистом в уютном ВКонтактике выложили. Ссылка также в описании. Слушайте, проникайтесь революционными настроениями. Ну а мы возвращаемся к Александру Гельчу. Это Дугин. Это Дугин. Снимай его. И мне снять его. Нет. Снимай его. Это Александр Гельевич Дугин. Так и запоминайте. Вот он. Жили мы как-то у Курехина. Дугин, я и Нюрыч. Мы просыпаемся. Я открываю форточку. Дугин задумчиво лежит на кровати и спрашивает. А вот где у нас Омск находится? Я говорю. Ну где? На югах Сибири. Рядом с Казахстаном. Казахстан рядом у вас? А что если казахи ветер отравили? Они же могут ветер отравить. Ну-ка срочно форточку закрой. Ветер отравленный. Причем на полном серьезе. Испугался страшно. Начал по комнате ходить. Казахи, блин, ветер отравили. Как же я пойду? Так оно и есть, точно. Я знаю, у них есть камышовые люди. У них есть озеро Балхаш. И там в больших количествах растет тростник. Камыш. И там живут тростниковые, камышовые люди, которые никогда не высовываются, только через трубочку дышат. Потом еще подумал-подумал и говорит. А посередине Балхаша есть огромный остров, где живет гигантский исполинский кот, которому все они поклоняются. Это курехинские дела. Однозначно. Откуда ему еще такое взять? Говорит. Блин, камышовые люди кругом. Что же делать? Они же нашествие могут устроить. Это ведь все нам. Тогда конец. Если камышовые люди вылезут и на нас полезут со своим котом. Кот огромный. Три метра ростом. Егор Летов об Александре Дугине. Интервью журналу «Контркультура» номер 12, 2001 год. Подобные странности Дугина, которые отражаются сейчас в его исследованиях, творчестве, политической позиции, отнюдь не были напускными. И чтобы понять это все, мы должны перенестись в поздний Советский Союз. В нацистско-подпольный кружок поехавших диссидентов, которые сами себя очень метко называли шизоидами. Именно в их среде и начал свою деятельность Александр Гельч. С середины 60-х годов вокруг андеграундного писателя и поэта, а в миру моего коллеги-учителя Юрия Мамлеева, сложился своеобразный диссидентский салон. Диссидентская среда вообще в массе своей была довольно правой, но эти ребята перещеголяли всех. Ненависть ко всему советскому выливалась здесь в культ тотального иррационализма, отказ от научности, оккультизма и соответствующие оккультные практики, а также погружение в эзотерический нацизм. С 1974 года Мамлеев эмигрирует, и кружок возглавляет переводчик в одном из крупных издательств Евгений Головин, который приказывает именовать себя фюрером, а кружок переименовывается в Черный Орден СС. На собрание кружка нужно было приходить с какими-либо нацистскими символами на одежде, крича «Хайль Гитлер», лидеру шизоидов во второй половине 70-х годов даже удалось раздобыть где-то портрет Гитлера и повесить на стене в своей комнате. Аврорин СД. Черный интернационал. Вот к этим замечательным людям всерьез и надолго с начала 80-х годов примыкает молодой сынок генерал-лейтенанта ГРУ Александр Дугин. Дугин, на тот момент уже успевший пройти курс принудительного психиатрического лечения и не носивший еще бороды, даже не знаю, можно ли считать его человеком еще на тот момент, включается в работу не только как собутыльник, но в том числе как переводчик трудов фашистского философа Юлиуса Эволы, который как раз соединил фашистские идеи, ультра-национализм, антидемократизм, антикоммунизм с эзотерическими практиками. И с одной стороны он был отчасти последователем философа и создателя теории интегрального национализма Рене Генона, которого до сих пор чтит Дугин. А с другой стороны являлся одним из родоначальников неофашизма. В общем, Эвола это персонаж, который в целом повлиял на становление Дугина во всех отношениях. Мистика, фашизм и социальное поведение просто засасывали Александра Гельча все глубже и глубже. Молодой Дугин взял себе литературный псевдоним в честь генерального секретаря нацистской оккультной организации Аненербе Вольф Ромазиверса и вносил свой вклад в производство кружка стихами про пытки, убийства, каннибализм и оргии. Издевательство над общепринятыми нормами у шизоидов имело конкретную цель. Они стремились преодолеть в себе человеческое, чтобы стать сверхчеловеком. Преодолевая человеческое, шизоиды ползали на четвереньках вокруг памятника Пушкину, скулили по собачьи и практиковали другие действия, свойственные животному миру. Гомосексуальные контакты рассматривались ими прежде всего в качестве провокативного поведения и того самого нарушения запретов общества, о котором любили говорить Мамлеев и Головин. Ходили слухи, что при инициации в члены Черного Ордена СС неофиты подвергались ритуальному насилию и унижениям. Аврорин СД. Черный интернационал. На фоне этого особенно комичны нынешние гомофобные высказывания Дугина. Забыл дядя свои корни. А ведь даже был женат первым браком в 80-е годы на одной из первых отечественных, еще советских, ЛГБТ-активисток Евгении Дебрянской. В будущем это будет провоцировать забавные казусы. Например, в 2006 году активисты Дугинского Евразийского союза молодежи пришли пикетировать несанкционированный гей-парад, и одного молодого дугиниста по ошибке задержала полиция. «Почему мы должны ехать с этими гомосеками вонючими?» Возмутился молодой человек, назвавшийся активистом Евразийского союза молодежи. «Мальчик, потому что все люди равны, и евразийству это никак не мешает, уж поверь мне. Все-таки Александр Дугин мой бывший муж», сказала Дебрянская. Русский Ньюс Уик. Между тем, кружок шизоидов стал не просто маргинальной тусовкой, но своеобразным духовным центром наиболее долбанутой, наиболее отмороженной, наиболее антисоветски настроенной столичной интеллигенции, которая еще разгуляется в годы перестройки и в постсоветский период. Сам Александр Гельч в перерывах между пьянками, оргиями, переводами эволами и киданием зиг сочиняет хиты для местного применения. Кстати, забавно, что еще одним участником и важным лицом этого кружка был Гейдар Джемаль, который в будущем попробует экстравагантным образом скрестить исламизм с радикально левыми идеями. В общем, занятные были ребята. Они-то в 1988 году по настоянию фюрера Головина интрируются в небезызвестное праворадикальное общество память, то самое, из которого через несколько лет выделится русское национальное единство Баркашова. Тут Дугин быстро входит в Центральный совет и читает местным монархистам-антисемитам-зигометам лекции про нордическую мистику, оккультный фашизм, вот это вот все. Куда смотрел КГБ СССР, это большой вопрос. Но, как бы то ни было, недоработки братьев Слубянки видны налицо. Дугина с Джемалем, правда, уже в 1989 году из общества память выгоняют. Впрочем, это было лишь начало пути. В 90-м-92-м годах отец Дугина обеспечивает Чаду доступ в архивы спецслужб. Дугин изучает архив Аненербе, нацистского института наследия предков, действовавшего с 1935 по 1945 годы и известного своими разработками в области расовой доктрины национал-социализма. Аненербе является, как известно, институтом ядра оккультной идеологии Третьего Рейха. Как вы понимаете, наш герой знатно преисполнился в познании, перебирая архивные данные. Плюс, поймите, начало 90-х. Эта информация для советского человека вообще неизвестная и недоступная. Дугин становится ее обладателем. Собственно, главная общественная роль Дугина в 90-е годы — это роль популяризатора фашизма в России. Причем фашизма самых разных вариаций. Буквально все, кто анализировал деятельности наследия Дугина, сходятся на мнении, что отчасти он выступал как ретранслятор и даже героизатор фашистов и нацистов от упомянутого Эвола до румынского предводителя Железного легиона Корнелио Кадряно, а отчасти как популяризатор уже неофашистов, многие из которых после Второй мировой войны начали кутаться в одежды новых правых, заменяя лексикон, но оставляя содержание, о чем подробнее я скажу еще далее. Впрочем, господин Дугин в те годы даже не считал нужным заменять лексикон. Вот что он, например, писал в 1997 году. Фашизм это национализм, но национализм не какой-нибудь, а революционный, мятежный, романтический, идеалистический, апеллирующий к великому мифу и трансцендентной идее, стремящийся воплотить в реальности невозможную мечту, родить общество героя и сверхчеловека, преобразовать и преобразить мир. На экономическом же уровне для фашизма характерны скорее социалистические или умеренно социалистические методы, подчиняющие личные, индивидуальные экономические интересы принципам блага нации, справедливости, братства. И, наконец, фашистский взгляд на культуру соответствует радикальному отказу от гуманистической, слишком человеческой ментальности, то есть от того, что составляет суть интеллигенции. Фашист ненавидит интеллигента как вид. В нем он видит замаскированного буржуа, претенциозного мещанина, болтуна и безответственного труса. Фашист любит зверское, сверхчеловеческое и ангелическое одновременно. Он любит холод и трагедию. Он не любит тепла и комфорта. Иными словами, фашизму претит все то, что составляет сущность национал-капитализма. Он борется за доминацию национального идеализма, а не национального капитала, и против буржуазии и интеллигенции, а не за нее и не вместе с ней. Точно определяет фашистский пафос со знаменитой фразой Муссолини «Вставай, фашистская и пролетарская Италия». Александр Дугин. Фашизм безграничный и красный. 1997 год. Вообще, в данной статье и в других работах и выступлениях Дугина 90-х годов прослеживается основная линия. Мол, были разные попытки построения фашизма. Более удачные, тут Александр Гелич явно на стороне Муссолини. Менее удачные, ну, Адольф, извини, немножко ты перегнул с расовой темой. Но нужно по Дугину идти и строить правильный фашизм. Без заигрываний с крупным капиталом. Только жесткий национализм, корпоративизм, этатизм, духовность и хардкор. В сентябре 93-го года Дугин прорывается таки на Первый канал, тогда еще ОРТ, где в цикле передач «Тайны века» на глазах офигевших постсоветских граждан он начинает излагать, ну, вы уже сами понимаете, какие мысли, и рассказывать про жизни замечательных, по его мнению, людей. Статьи «Экстремизм» тогда в Уголовном кодексе не было, да и у власти были поважнее проблемы, чем полубезумный фашист в эфире. С 1991 по 1998 годы небольшая группа единомышленников Дугина под его руководством и в рамках издательства «Арктаге» выпускала эзотерический альманах «Милый ангел». Также выходил концептуальный журнал для новых правых «Элементы. Евразийское обозрение». В первом же номере «Элементов» Александр Гелич сходу берет быка за рога. Фашизм интересует нас с духовной, идеалистической стороны, как идеология, пытающаяся через обращение к национальному фактору преодолеть классовое противостояние в обществе. И в чем спрашивается отличие такого подхода от подхода Муссолини или Гитлера? Да особо ни в чем. Там тоже было и про духовность, и про идеализм, и про национальное, и про преодоление классового противостояния, то бишь СО-ЛИ-ДА-ЛИЗМ, СУКА! Консервативные революционеры стремятся вернуться к идеальному предкризисному миру традиции. К такому порядку, который предшествовал не только революции, но и возникновению причин к ней приведших. За революцию, тотальную, всеобновляющую, радикальную, но в направлении прямо противоположном революции левых. Александр Дугин. Консервативная революция. Третий путь. Если у человека есть хотя бы вменяемое школьное образование, то он за всеми этими кудрявыми словесами уловит главное. Дугин зовет в феодализм и новое средневековье, в докапиталистическую эру. И по сути эта идея продвигается им и поныне. В 1993 году Дугин публикует книгу «Гиперборейская теория». В ней он излагает теорию Германа Вирта, первого руководителя того самого института наследия предков Аненерби, об истории, метафизике, культурном и антропологическом превосходстве арийской, нордической, гиперборейской расы. Теорию, ставшую официальным идеологическим ядром германского фашизма. Тогда же намечаются политические контакты Дугина с Эдуардом Лимоновым. Еще в мае 1993 года Дугин от имени движения новых правых становится второй фигурой в национал-большевистской партии, ныне запрещенной. И ее главным идеологом. По легенде, когда они обсуждали проект в пивном павильоне на Арбате, Дугин подался ближе к Лимонову и сказал «Вам, Эдуард, воину и к шатрию, надлежит вести людей, а я жрец, маг, Мерлин, моя роль женская, объяснять и утешать». По воспоминаниям самого Дугина, не знаю, насколько им можно доверять, Лимонова тогда не шибко заботила конкретная идеологическая окраска. Ему нужно было комьюнити и трибуна, поэтому Дугин придал партии такой окрас, какой мог. Партия стала в первую очередь таким арт-проектом, куда поначалу стеклось немало неординарных творческих личностей, включая Курехина и Летова. Последний, правда, как вы уже видели, стал довольно быстро офигевать от закидонов Дугина про камышовых людей из Казахстана. «А потом Дугин выпил малость, и у него опять пошла эта Курехинская гомозня. Начал говорить, что из галактики на нас летит огромная плазма. Эта плазма приближается, и скоро нам конец, буквально через год, что ли. Я говорю, ну да, конечно, Ленин гриб. Он ужасно обиделся, чуть до драки не дошло». «Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили?» Я хочу подчеркнуть вот что. Дугина ни тогда, ни сейчас нельзя назвать тупым. Это вот совершенно неверно. Да, его отчислили с второго курса Московского авиационного института, он долгое время был формальным недоучкой, но все-таки он знает несколько языков, что еще сыграет роль в его биографии. Он весьма эрудирован и начитан в некоторых областях. Да, как мы увидим, его философия вообще крайне сомнительна, однако глупым его никак не назовешь. Проблема в том, что он начитанный, эрудированный шиз. Вот как это кредо он взял в начале 80-х годов, так он его и несет до сих пор. И вроде бы, ну, фиг с ним, если бы Дугин не пытался влиять на политические процессы и даже в международных масштабах. Немецкий политолог Андреас Умланд, критикуя философскую концепцию Дугина как несостоятельную и даже нетрадиционалистскую, заключает, что главная политическая роль Александра Гильдича в популяризации западных правых идей на постсоветском пространстве. То же самое пишет и автор книги «Черный интернационал» Аврорин. В этом есть ирония. Нынешний лютый антизападник Дугин попросту взял и импортировал в Россию самые что ни на есть западные политические концепции, пытаясь адаптировать их на местной почве. Можно было бы с полным основанием назвать Дугина Кириллом и Мефодием фашизма, ибо он принес с Запада новую для нашей земли веру и знание о ней. Эдуард Лимонов, человек короткой воли. Газета «Завтра». 20 мая 2002 года. Правда, Лимонов добавляет, что Дугин был одновременно и популяризатором новых левых, но тут Эдуард Вениаминович явно перегибал. Упоминания и цитирования правых и ультраправых у Дугина занимали и занимают до сих пор основное место. Симптоматично, что именно в это время Александр Дугин начинает работу по популяризации в России геополитики, теории, которая постулирует доминирующую роль географических факторов в политике государств и международных отношениях. Эта концепция, имеющая достаточно ограниченное научное применение, разумеется, не просто абсолютизируется Дугиным, но и преподносится им в самом мрачном, поистине конспирологическом ключе. Так, в работе «Великая война континентов» и в книге «Конспирология», переполненной пересказом самых безумных теорий заговора, он убеждает читателей, что история всех временных обществ была не историей борьбы классов, а историей борьбы двух тайных орденов – атлантистов и евразийцев, которые де были скрытыми силами всех войн. Среди евразийцев, по версии Дугина, в первой половине XX века существовали красные и белые евразийцы, близкие к германскому нацизму. Симпатии Дугина, несомненно, были всецело на стороне евразийцев. Но кого же конкретно он относит к своим идеологическим предшественникам? Мы встречаем представителей этого евразийского ордена в Абвере, нацистской разведке, а затем в зарубежных структурах СС и СД. Особенно СД, чей глава Гиммлер был убежденным евразийцем, ставшим жертвой интриг атлантиста Канариса. Срывает покровы тайн Александр Дугин. Аврорин СД. Черный интернационал. Такие вот замечательные открытия господина Дугина. Бедняга Гиммлер, хороший был парень, настоящий евразиец, просто пал жертвой проклятых атлантистов. Впрочем, фашизм фашизмом, а у некоторых бывших нацбулов есть серьезные подозрения, что уже к середине 90-х годов Дугин стал тайно подрабатывать на консервативное крыло в окружении Ельцина. Внимательное чтение Лимонки, по словам ветерана НБП и бывшего приспешника Дугина Аркадия Малера, могло раскрыть глаза. Статьи Дугина, он вел раздел от редакции, были не жестко оппозиционные, а полны нюансов. Он хвалил таких кремлевских консерваторов, как Коржаков, одновременно критикуя либеральные лобби в правительстве, особенно Анатолия Чубайса, который проводил приватизацию. Малер уверен, что Дугин уже тогда работал на кремлевских консерваторов, на фракцию, которую до 96-го года возглавлял Коржаков, а Лимонов не желал иметь с ними ничего общего. Версию Малера Дугин отрицает категорически. Чарльз Кловер. Черный ветер. Белый снег. Особая черта Дугина в том, что он всегда хотел влиться и влиять на большую политику. Если Лимонов намеренно предпочитал маргинальность, то Дугин пытался нащупать выходы в высокие кабинеты. Поначалу борьба собственными силами для влезания в политику проходит безуспешно. В 95-м он выдвигается в Госдуму, но явно перебарщивает с маргинальщиной и эзотерикой. Во время избирательной кампании Дугин использовал наследие известного оккультиста, черного мага и сатаниста, главы Ордена Восточных Тамплиеров с 1922 по 1947 годы Алистера Кроули. На предвыборных концертах для молодежи национал-большевики из его команды читали отрывки из книги закона Кроули, перемежая их с исполнением советских патриотических песен. И здесь же актеры с помощью кукол представляли эпизоды сексуальной магии Ордена Золотой Зари, где Кроули начинал свою сатанинскую практику. В это же время в элементах тематический номер «Эротизм» Дугин пропагандирует сексуальную магию Кроули и тантрические сексуальные практики левой руки. Но черная магия, увы, не помогла и в депутаты Дугина не избрали. Жаль, конечно, этого добряка. Но Александр Гельч продолжает нащупывать путь через тернии к звездам политики. Видимо, в какой-то момент он понимает, что фашизм только тогда чего-то стоит, когда им орудует не кучка маргиналов, а представители властной элиты. Во второй половине девяностых Дугин внезапно подается в старобрячество, потом он станет уже правоверным никнянином, продолжая иметь контакты, правда, с сатанистами. Внезапно закругляется с фашистско-революционным пафосом, заявляет, что консервативная революция, конечно, будет, но когда-то там. А пока что надо воспитывать нового человека. Формально это послужило поводом для разрыва между ним и Лимоновым. Но в то же время Дугин пытается проникнуть в куда более серьезные структуры и даже добивается успеха. Становится помощником спикера Госдумы Геннадия Селезнева. Он сотрудничает и с ельцинским главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николаем Клокотовым. Тот даже пишет предисловие к сборнику Дугина «Основы геополитики». Более того, наш персонаж начинает читать лекции по геополитике в Генеральном штабе. То есть находит взаимопонимание с наиболее консервативными представителями истеблишмента. Ну а в нулевые годы Александр Гелич окончательно становится ярым симпатизантом уже путинской власти и особенно ее внешнеполитического курса, коим является до сих пор. Причем с событиями на территории Украины градус охранительской риторики Дугина достиг просто апогея. Я думаю, убивать, убивать и убивать больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. Впрочем, это внутреннее направление работы Дугина на самом деле, как верно отмечает специалист по правым партиям и движениям Антон Шаховцов в комментарии Медузе, признанно, кстати, иностранным агентом. Главным направлением для Александра Гелича было не внутреннее, а внешнее. Импортируя в Россию западные ультраправые концепции, он успешно экспортировал на Запад себя любимого. А я должен сказать, что вот помимо всей его деятельности внутри России, я бы даже сказал, что он был гораздо более активным в западном направлении, потому что именно там он в основном видел свою аудиторию людей, которые могли бы его понимать. Дугин, подучивший в 80-е годы иностранные языки, становится настоящим эмиссаром международного правого и ультраправого движения в России. Нельзя упустить из виду, что вся карьера Дугина была теснейшим образом связана с продвижением в России идеологии европейских новых правых и их последователей, таких как неофашисты Де Бенуа, Венера, мельгийский пронацистский коллаборационист и эсэсовец Тириар и другие. Не отказывал себе Дугин и в спорадических контактах с американцами, если они были достаточно близки к фашизму. В 2005 году он даже встречался с великим магом американского куклуксклана, известным радикальным расистом Дэвидом Дьюком, который побывал в России, чтобы написать книгу о том, как евреи навязали России коммунизм. Аврорин СД «Черный интернационал». И есть подозрение, что именно через подобные каналы и структуры Дугин нес западным ультраправом информацию о том, что он является великим русским философом, что он чуть ли не правая рука Путина, что он вообще главный идеолог и едва ли не серый кардинал Кремля. Эта схема, достойная Остапа Бендера, в некоторой степени даже забавна. Но я подозреваю, что именно она привела к трагическим последствиям, в частности, к убийству дочери самого Дугина. Впрочем, здесь наверняка найдутся люди, у которых возникнет замечание. Мол, я много рассказывал о Дугине образца 80-90-х годов, когда он был адептом фашизма третьего пути, но ведь в нулевые годы он окончательно сформулировал свою идею четвертого пути, четвертую политическую теорию евразийства. И вообще стал профессором МГУ, серьезным человеком, а также создателем Евразийского союза молодежи и, видимо, специалистом по наркотикам. Вот сильная личность, наркоман – это сильная личность. Не слабая, а сильная. Потому что ему, он хочет искать более насыщенного бытия, чем то, что ему дает окружающий мир. Он ищет его, он находит его, но он не может с ним справиться. Это сильная личность, которая теряется на этом пути силы, на самом деле. Следующий за наркоманом стадии. Это евразийский союз молодежи. Что ж, давайте поговорим, собственно, о Дугинской философии и его новой политической доктрине. Философия Дугина часто вызывает критику, раздражение и, прямо скажем, бомбежку у профессиональных философов. Это неудивительно, потому что, с одной стороны, Александр Гелич не имеет философского образования, а с другой, его письмена и концепции кажутся многим каким-то диким винегретом. Начну с цитаты бывшего нацбола, а ныне философа и религиоведа Аркадия Маллера. У Дугина нет никакой полноценной философии. Философия – это целостное и внутреннее, более-менее связанное мировоззрение, имеющее явные позиции в вопросах антологии, гносиологии, этики, эстетики и т.д. Ничего этого у Дугина нет. Есть синтез очень разных философских и идеологических установок, очень сложно сочетающихся друг с другом и часто входящих в явные противоречия. Этот постмодернистский хаос идеи и терминов очень удобен для того, чтобы все время перескакивать с одной позиции на другую и никогда не отвечать за свои слова. Поэтому, когда надо Дугину, он правый, а когда не надо – левый, когда надо – консерватор, а когда не надо – революционер, когда надо – строгий ортодокс, а когда не надо – вольный визионер, когда надо – националист, а когда не надо – евразиец и т.д. Список этих оппозиций бесконечен. Аркадий Малер – не консервативная, не православная, не философия. Я сейчас не буду подробно останавливаться на философской методологии Дугина. Подборку ссылок на критику я оставлю для интересующихся в описании. Предлагаю в первую очередь сосредоточиться на общественно-политическом аспекте философских изысканий Александра Гельча. Уже упомянутый мной немецкий политолог Андреас Умланд в одной из своих статей чуть более сдержан и академичен в формулировках, но мыслит примерно в том же направлении, что и Малер. Во-первых, он также указывает на эклектичность Дугинского учения и указывает, что тот ушел куда-то даже от Генона и, скорее, его стоит считать последователем эзотерика Эволы. А во-вторых, указывает на политическую составляющую философии Дугина следующим образом. Главная функция традиционализма для новых правых состоит в том, что он используется в качестве поставщика относительно оригинальных понятий и идей, на базе которых можно провести некую границу между послевоенным правым экстремизмом и дискредитировавшим себя межвоенным нацизмом. Биологическая скрипция староправого расизма, которому когда-то симпатизировали и Алан де Бенуа и другие новые правые, включая самого Дугина, подменяются культуралистки окрашенным, но часто не менее радикальным новым партикуляризмом этнических групп или самобытных цивилизаций, которые несовместимы друг с другом в силу своих различных ценностей и традиций. Андреас Умланд, философия Пиренис и нео-евразийство. Иными словами, многие правые, включая Дугина, попросту переизобретают и облагораживают старый недобрый фашизм, преподнося его в новых завлекательных терминах. Я рискну предположить, что где-то на излете 90-х, пробираясь в Госдуму и властные кабинеты, Дугин обнаружил, какой негативный эффект производит сам термин «фашизм». Переубедить население страны, потерявшей 27 миллионов человек в Великой Отечественной войне, что бывает и какой-то правильный фашизм, ну, дело, знаете ли, архисложное. Поэтому Дугин якобы изобретает четвертую политическую теорию. Находит четвертый путь. Но четвертый путь вот настолько четвертый, что практически не отличим от третьего. При прочтении новых текстов часто создается впечатление, что Дугин, ну, просто тупо копипастит свои идеи из 90-х годов. Помните Дугинскую идею консервативной революции с возвращением к докапиталистическим отношениям? Она и в четвертом пути тоже присутствует. Помните старые Дугинские идеи иррационализма, отказа от модернизации, от западничества? Они тоже все тут присутствуют. Тут мы находим все тот же пещерный национализм и сверхэтатизм. Собственно, их он предлагает в качестве национальной идеи. В рамках русского этноса русский национализм должен быть единственной и тотальной идеологией, могущей иметь свои различные версии и уровни, но всегда остающейся постоянной во всем, что касается постановки категории нации над категорией индивидуальности. В конечном счете должен быть выдвинут радикальный лозунг «нация – все, индивидуум – ничто». Александр Дугин. Основы геополитики. Книга первая. 2000-й год. Ох, Александр Гельщ, вот проступает, проступает Муссолини сквозь ваш клоунский евразийский грим. Более того, Дугин строит внешнеполитическую концепцию на тех же столпах, что и немецкие нацисты. Еще давно у нас с Егором Яковлевым выходил ролик о вдохновителях и предтечах нацизма. Так вот, Гитлер и компания оправдывали собственные экспансионистские устремления теории географа Рацеля. А теперь угадайте, кому отсылает нас Дугин, рассказывая, что Россия должна принадлежать вся Евразия? Великая Россия – это только и непременно континентальная империя. И она объединяет в себе все географические и климатические зоны, ландшафты и рельефы. Вот в чем актуальность великого немецкого мыслителя Фридриха Рацеля. Он научным образом обосновал необходимость и неизбежность имперской миссии русского народа. Уже за одно это мы должны быть ему чрезвычайно благодарны и признательны. Вообще забавно, как в своей концепции Евразийской империи Дугин компилирует старофашистские и неофашистские идеологические установки. С одной стороны, он видит Евразийскую империю как такой конгломерат национализмов во главе с русским национализмом. По сути, это продолжение взглядов неофашиста и, кстати говоря, хорошего знакомого Александра Гелича, ныне покойного Леона Дегреля. Этакая фашистская федерация. Правда, тут невооруженным взглядом видится противоречие, поскольку Дугин, проповедуя дружбу радикальных национализмов, одновременно заявляет о борьбе русских за жизненное пространство в рамках Евразийской империи, что логичным образом повлечет конфликты, как бы сам автор не утверждал обратного. Причем выражается он в данном случае абсолютно классическим старонацистским языком. Реализация геополитических планов с самого начала обязана синхронно сопровождаться действиями, направленными на демографический рост русских и на их этническую перегруппировку с целью компактно освоить полноту жизненного пространства нации. Александр Дугин, Основы геополитики, книга первая, 2000 год. Ох, жизненное пространство, которое должны заполнить русские через демографический рост. Когда Гитлер такое говорил про немцев, это называлось нациизмом. Когда такое пишет Дугин, это евразийство. Кстати, демографический рост должен запуститься через духовность и запрет контрацепции и абортов. Ну и понятное дело, что место извечных врагов русской Евразии занимают атлантисты во главе с США. Они враги, потому что они враги, ну потому что у них духовность не такая, как у нас. Плюс географический фактор. Поэтому будет продолжаться извечная борьба не на жизнь, а на смерть. Вот такой вот плохо завуалированный фашизм Александра Дугина. Впрочем, наряду с откровенно фашистскими тезисами у Александра Гельча присутствует и старая добрая шиза. Вот как он представляет прекрасную евразийскую Россию будущего. Резко возрастет число свадеб, так как жениться это интересно. По Москвореке и другим рекам будут плавать целые флотилии свадебных кораблей. Отовсюду будет раздаваться брачная музыка. Люди войдут во вкус. Правительство будет расположено в воздухе, в роскошной подвесной конструкции, приделанной к огромному дирижаблю. Дирижабль будет плавать над имперскими штатами. Оттуда власть будет наблюдать в бинокль. Все ли в порядке, все ли по плану. Как в древнем Китае будет введен пост министра облаков, а также главы департамента федеральных сновидений и многие другие завораживающие должности. Господин леса, хранитель вод и так далее. В правительстве будет довольно много женщин, красивых и строгих. Это на самом деле действительно кринж. Знаете, я соглашусь с людьми, которые говорят, что из Дугина вышел бы, в принципе, наверное, забавный и, может, даже неплохой писатель. Мы бы читали, мы видели бы в этом какие-то смыслы, может быть, иронию или постиронию. Но когда вот это всерьез... Ну, впрочем, думаю, если вы досмотрели до этого момента, то очень многое о фигуре Александра Гельча вам уже понятно. Поэтому вы уже ничему не удивитесь. Но, однако, одной из важных мыслей Дугина является идея скорого конца света. Поскольку космическая плазма пока что еще что-то не уничтожила Землю, приходится искать другие варианты. страдайте я с нами. Умирайте я с нами. Убивайте я с нами. Исчезайте в нас. Спогризайтесь я с нами. Пошел в нас раз у нас и в наше 뻞�ство. Пропадайте с нами. Любитеха с нами. С нами. Виновите с нами, чтобы с нами воскресли, чтобы войти в русскую пасху, в великую пасху Истонии. Объявляется эсхатологическая мобилизация евразийцев. Все близится к завершению и разрешению. Финис Мунди, конец мира, лагерь Евразийского союза молодежи, посвященный эсхатологии. На три дня евразийцы погрузятся в мир сновидений, мифов и пророчеств. С помощью методов мифодрамы и этнодрамы будут подробно исследованы индуистская, иудейская, русская и другие эсхатологические модели. По итогам лагеря будет сформирован состав лаборатории радикального субъекта. Анонс лагеря Евразийского союза молодежи. 2011 год. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Самое забавное, что политическую философию Дугина с его четвертым путем легко поддеть и с другой стороны, даже не докапываясь до ее очевидного фашизма. Собственно, профессор Осипов в рецензии на книгу Дугина задает вопрос, а вот какого рожна Александр Гелич вообще считает консерватизм какой-то новой идеологией? Это же самое, что ни на есть старая идея, давно побежденная либерализмом. И ведь действительно, критика буржуазно-демократического строя с феодальной до капиталистической стороны была. Были даже попытки облечь ее в околосоциалистические одежды. А так называемым феодальным социализм еще Маркс с Энгельсом писали и его критиковали в манифесте коммунистической партии. Дорогие зрители могут задаться вопросом, как господин Дугин вообще добрался до ученых степеней и должности завкафедры в главном вузе России? Не знаю, что там с докторскими работами, но вот по поводу кандидатской Дугина есть очень забавная статья биофизика и философа Бориса Режабика. Режабик, по всей видимости, тоже крайне своеобразный товарищ, однако в данном случае его критика по существу. Для соблюдения приличий при защите диссертации желательно было иметь высшее образование, которого до сих пор у соискателя не было. Но в наши дни получить диплом дело не такое уж хитрое. Вообще-то в переходах метро можно купить готовые бланки и дипломы с печатями почти любых высших заведений, и даже дипломы кандидатов и докторов наук. И идеолог консервативной революции представил в ученый совет диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского инженерно-миллиардативного института. Странно, что он сразу не представил диплом доктора. Наверное, хотел покрасоваться на самой защите и погулять на банкете. Многие современные диссертации по философии представляют собой более или менее добротные компиляции, которые не так уж трудно ваять в эпоху интернета. Но все же в этой сфере есть некие правила приличия. Когда автор цитирует так, что становится очевидным, что ни уха, ни рыло в цитируемом тексте он не понимает, это пока еще считается непристойным. Дугин демонстрирует именно этот стиль, когда обращается к трудам физиков. Что уж говорить о высоких материях, вроде уравнения Дерака или теории Хаоса, если Дугин уверен, что второй закон Ньютона выражается формулой F равно МВ. Очевидно, что в голове автора основной закон динамики фундаментально перепутался с формулой кинетической энергии, а может быть и с формулой Эйнштейна, что и породило нелепое выражение на странице 108-й диссертации. Уравнение Шрёдингера, по его мнению, звучит так. Энергия, постоянная частицы, равна частоте волны, умноженной на h, постоянная планка. А импульс частицы, который меняется в поле сил от точки к точке, равен постоянной h, деленной на длину соответствующей волны, подобным же образом меняющейся в пространстве. Страница 144-я. Этот пассаж напоминает анекдот о двоечнике, который сдает экзамен по физике. Его спрашивают, чему равна постоянная планка? Он пишет, h равно 3. Чепуха, ну скажите хотя бы, что такое h? А это высота этой планки. Примерно такого же уровня вся эрудиция Дугина в области физики. Хотя он и очень образованность хочет показать, жонглируя такими словами, как суперструны, фрактаны, дау, материя. Уж лучше бы Дугин физики не касался. Впрочем, дело не в этом. Главная идея диссертации сводится к тому, что времена науки прошли. Пора возвращаться к старым добрым порядкам, когда наука занимала подобающее ей, по мнению Дугина, место, в лучшем случае служанки властителей. Дугин рад отодвинуть науку куда-нибудь подальше от лиц, принимающих решения, утверждая, что наука не оказывает на форму современного мышления практически никакого влияния. И ни одной современной идеологии не придет в голову оправдывать свои мировоззренческие и социально-политические постулаты теории суперструн. Страница 153. Непонимание природы и ценности науки и страх перед ней – вот основа мировоззрения Дугина. Фиговые листики изобретенных им словесных конструкций, вроде парадигмы сферы, парадигмы луча и парадигмы отрезка, прикрыть срама никак не могут. Где-то здесь ощущаешь боль. Боль за то, во что превратилась отечественная наука, если даже Александру Дугину находится в ней место. Впрочем, почтенного ученого спустя время все-таки лишили работы в МГУ. Сам обиженный Дугин прокомментировал это следующим образом. Большую активность в моем смещении проявила группа московских сатанистов, которые осуществляли черные ритуалы воздействия на садовничего. Видимо, эти ритуалы подействовали. Поэтому я на самом деле поздравляю либералов, сатанистов и киевских нацистов с их победой и установлением телепатического контроля над ректором Московского государственного университета. Есть, правда, мнение, что его просто турнули неблагожелателя во властных же верхах. У Дугина есть в российском эстеблишменте враги, гораздо более влиятельные, чем он. И, наверное, Дугин сам об этом не догадывается. Но вот та кампания, которая проводилась против него, которая привела, собственно, к его увольнению из МГУ, ввелась внутри. Это не просто была, скажем, там, жалоба каких-то там студентов на что-либо, на то, что он там высказывается. Это был результат длительной кампании некоторых путинистских сил внутри этого путинистского эстеблишмента, которому просто Дугин не нравится. И они решили вот таким образом маргинализировать. И вот тут мы возвращаемся к вопросу о влиянии Дугина на власть и его месте в российской политике. Отечественные политологи склонны считать, что западные представления о Дугине, как о главном идеологе Кремля, имеют очень мало общего с реальностью. Кстати, оно и понятно. Ну, то есть, если бы Александр Гелич был птицей такого полета, его бы просто так из МГУ не выперли. Да и дочь вряд ли бы убили. Однако очевидно и то, что связи, благодетели, симпатизанты, даже ярые сторонники у Дугина во властном аппарате все же имелись и имеются. Равно как и хейтеры. В этом отношении примечательна трансляция на канале «Цифровая история», где член руководства «Единой России» Вероника Крашенинникова много и, в общем-то, обоснованно изобличает фашизм Дугина, его связи с самыми отмороженными ультраправыми из-за границы, а потом указывает на то, что Александр Гелич влияет таки на некоторых представителей российской власти. Конечно, Дугин не состоит в «Единой России», но подбрасывает, по всей видимости, вот такие идеи и ведет предварительную работу. В принципе, это коррелирует с мнением о том, что Дугин серьезно раздражает часть истеблишмента, и именно с этим связано его изгнание из МГУ. Даже для многих представителей правящей партии, правящей элиты, его взгляды и высказывания излишне фашистские и экстравагантные. Но это же указывает на то, что в аппарате «Единой России», в аппарате администрации президента и прочих структур находятся наиболее реакционные представители, которым Дугин, ну, в общем, приходится ко двору. В нулевые годы, когда нефтедоллары подняли и окончательно оформили отечественный капитализм и придали российскому олигархату и бюрократии имперские амбиции, геополитические концепции, подобные Дугинской, пришлись по вкусу немалой части правящего класса. Я, кстати, уверен, что если бы не откровенно фашистский бэкграунд Дугина, если бы не его излишняя кринжовость, и если бы он выражал свои мысли чуть более простым языком, то он мог бы занять еще более теплое место под крылом путинской элиты. Ну а так его привечала только наиболее отбитая фашистствующая и, вероятно, не обогащенная интеллектом часть верхушки. Впрочем, не только в идеях и философии польза Дугина для высоких кабинетов. Для власти и отдельных ультраправых олигархов Александр Гельч, ввиду его широких международных связей, оказывается весьма и весьма удобной фигурой, к услугам которой также частенько прибегают. Вот что говорит об этом Антон Шаховцов. Имея достаточно разветвленную, большую сеть знакомств и контактов в Западной Европе и также в Латинской Америке, Дугин стал полезен для отдельных общественных фигур в России именно в качестве такого, знаете, координатора различных связей. Вот когда нужно кого-то найти, а вот у нас есть там, скажем, ну какой-нибудь там французский публицист, который мог бы сказать, или там прям комментировать, да, вот в нужном для нас ключе те или иные события, в которых участвует Россия. Дугин найдет таких. А если вы спросите, а вот в другой такой стране, и вот еще какой-нибудь такой там политик, он тоже найдет это. И он вот таким, я не знаю, как это правильно по-русски сказать, но есть в английском слове хорошая networker. Человек, который знает свою сеть контактов и может всегда найти нужного человека. Это такая более продвинутая версия фиксера в какой-то степени. И именно в этом смысле Дугин был полезен Константину Малафееву, когда Малафей строил свои медиаресурсы, Катихон и Царьград. И вот благодаря некоторым сливам мы знаем, что фактически Дугин подготавливал список иностранцев, которые могли бы быть постоянными комментаторами для Малафеевских медиаресурсов. Он в этом участвовал. Потом была история, если вы помните, несколько лет назад, когда во время краткого пребывания российского самолета на территории Турции самолет был сбит. Это во время российской сирийской кампании. И тогда в течение нескольких месяцев был конфликт между Россией и Турцией. Вот Дугин, насколько я знаю, в тот период помогал решить проблему этого конфликта. Он находился с визитами даже в Турции. Он был одним из посредников урегулирования этого российско-турецкого конфликта. То есть у Дугина сейчас роль не столько человека, который как-то идеологически влияет на что-либо в России, сколько является таким посредником между самыми разными российскими акторами и иностранцами, какими-то иностранными политическими силами или общественными, или даже образовательными. Вот он выполняет такую роль. Но это роль не серого кардинала. Это роль, скажем, помельче. Я больше чем уверен, что Дугина всегда радует публикации о том, что он является мозгом Путина или чем-то еще Путина. Но это не соответствует, конечно, действительности. Так что да, конечно, Дугин никакой не идеолог Путина. Просто в какой-то момент идеи власти частично совпали с его реакционными бреднями. Однако определенную роль, пускай и второстепенную, может даже третьестепенную, в некоторых политических процессах он все-таки играет и своих фанатов в госструктурах имеет. И это на самом деле тревожный и печальный симптом. Полубезумный фашист, принижающий роль науки, выступающий против модернизации из-за возвращения в Средневековье, имеет пускай небольшое, но влияние во властных кругах. Более того, он необходим им. Я никогда не был высокого мнения о моральных качествах российской элиты, но вдвойне печально осознавать удручающий интеллектуальный уровень некоторых ее представителей, которые на полном серьезе воспринимают это. Печально понимать, что Россией управляют не только негодяи, но и тупицы. Однако, как я уже говорил, диспропорция между реальным влиянием Дугина и его образом на международной арене, созданном через связи с иностранными правами, аукнулась самому Александру Гельчу. В последний месяц много говорят о заказчиках убийства Дарьи Дугиной, об исполнителях, но почему-то редко вспоминают, что соучастником этого всего был и сам ее отец. Есть не очень, на мой взгляд, правдоподобные версии касательно того, что дочь Дугина, его правую руку, которая поддерживала и ретранслировала все безумные идеи отца, его своеобразный медиапроект, который он взращивал, пропихивал через Царьград ТВ, якобы убили российские спецслужбы. То ли, чтобы произвести очередную эскалацию конфликта на Украине, то ли потому, что Александр Гельч присвоил себе часть денег, которые Кремль якобы через него перенаправлял на подкуп правых за рубежом. Дело, как мне видится, в другом. Когда ты презентуешь себя мировой общественности, как мозговой центр Кремля, когда тебя называют путинским Распутиным, то не надо удивляться тому, что эту информацию могут воспринять всерьез и нанести удар по этому же мозговому центру. Кстати, заказчики наверняка знали, что реальная роль Дугина в российской политике иная. Но тут дело в медиаэффекте. Ведь можно продемонстрировать аудиторию уязвимость Кремля. Мол, вот смотрите, как уязвима семья главного идеолога путинизма. И все, что остается Дугину потом, это принять соболезнования от патриарха, от президента и скорбно трясти бородой в эфире и заявлять, что убийцы просто были ведомы бесами. И, конечно же, использовать имя убитой дочери для военной пропаганды. Наши враги сейчас на Украине просто одержимы. Они ведут себя как одержимы. Но они одержимы бесами. Если изгнать это западническое присутствие, если его вырвать из украинского народа, ситуация изменится. Нам нужна победа. Вот меня удовлетворит, нас всех удовлетворит. Наша победа, это будет ее победа. Тогда все будет не напрасно. Тогда все страдания мы скажем. Да, мы потеряли много. Мы вынесли невероятные. Через это не дай бог вообще никому пройти. Но эта победа, это просто нечто мистическое, нечто духовное. Это действительно выше всего. Оно не измеряется ничем. И те, кто сегодня ожесточенно сражаются против нас, это наша темная часть. Таков он шизоид, фашист, евразиец, горе-философ и немного остап бендер правой политики, Александр Дугин. Человек-мем, который очень хотел, чтобы его воспринимали всерьез и отчасти этого добившийся, к сожалению, для себя и своей семьи. С вами же был канал Вестник Буря. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео. Меняйте мир и делайте его таким, в котором люди вроде Дугина не выходят за границей интернет-мемов. До новых встреч. Продолжение следует...